Соединение листов гипсокартона. По-настоящему талантливые рабочие – это те люди, которые быстро справляются с поставленными задачами на строительной площадке и всегда добиваются максимально качественного результата. Иногда эти люди берутся за обучение других строителей, и именно такого мастера мы собираемся вам показать. Он проводит демонстрацию правильной техники соединения двух листов гипсокартона между собой. Разумеется, в процессе непосредственно строительства используются листы гипсокартона гораздо большего размера. В данном случае гипсокартон маленького размера был выбран для простоты демонстрации. Во время работы мастер использует острый шпатель, шпаклевку, а также специальную бумажную ленту. Первый шаг – это наполнение материалом емкости для шпаклевки. Примечательно, что она должна иметь достаточно густую консистенцию. Затем шпаклевка наносится непосредственно на шов. Инструмент мастер двигает сверху вниз, чтобы полоса шпаклевки не получилась слишком широкой. Материал наносится толстым слоем, а затем равномерно распределяется горизонтальным движением. В процессе работы мастер заботится о том, чтобы на шпателе не оставались излишки смеси. Если она засохнет, это вызовет проблемы с нанесением. Наконец, настает время нанести бумажную ленту. Кусок нужного размера смачивается в воде, она улучшает сцепление материалов. Движениями от центра к краю мастер надавливает на ленту шпателем, чтобы она прикрепилась как можно прочнее. Теперь остается дать шву просохнуть в течение ночи и нанести сверху еще один слой шпатлевки. Чистка крыш. А теперь мы покажем профессиональную команду, которая максимально быстро и эффективно справляется с такой непростой и опасной работой, как чистка крыш. Секрет успеха этих рабочих заключается в интересном выборе чистящего инструмента. Все операции выполняются при помощи водяного пистолета, который распыляет воду под давлением. В профессиональных кругах операция называется гидроструйной очисткой. Вообще, подобный способ позволяет справляться с самыми сложными загрязнениями, вроде окалины, ржавчины, нагара, смолы. Струя, распыляемая под высоким давлением, способна даже удалить с поверхности слой лакокрасочного материала. В нашем же случае мастера используют воду и относительно низкое давление, приблизительно до 34 мегапаскаль. Тщательная обработка поверхности приводит к тому, что на ней не остается следов пыли, грязи, наслоения соли и растительности. Достоинствами этого способа очистки также является экологичность, ведь используется вода без химических добавок. Высокая скорость и простота выполнения работы являются преимуществами. Утепление фундамента Пенополиуретан – это вспененная пористая пластмасса, которая обладает оптимальными свойствами для выполнения изоляции. Она хорошо прилегает к поверхности, то есть ее не нужно специально на что-то крепить. Обработанная поверхность получается бесшовной и сплошной. Когда мастер распыляет пенополиуретан на поверхность стены, наносимый материал расширяется. Таким образом он заполняет абсолютно все трещины и проемы. Плотно прилегая, он блокирует ветряные потоки. Как вы видите, процедура нанесения отличается простотой и быстротой. Мастера выбирают пенополиуретановую пену в качестве изолирующего материала еще и потому, что она имеет высокую сопротивляемость теплоотдачи и обеспечивает прекрасную звукоизоляцию. Кстати, существует два типа пенополиуретана – с открытой и закрытой ячейкой. В нашем случае используется второй, более дорогой, но в то же время более технически совершенный вариант. Открыто-ячейстый материал эластичный, а закрыто-ячейстый – жесткий. То есть процедура, которую вы видите на экране, увеличивает жесткость конструкции. Этот тип материала идеально подходит для наружной теплоизоляции, так как не впитывает в себя влагу. Устройство пола. Теперь мы покажем способ, который находчивые рабочие используют для того, чтобы быстро уложить пол на террасе. В качестве материалов используются специальные доски, а также регулируемые опоры. Чаще всего такой способ устройства пола выбирают тогда, когда нужно выровнять поверхности разной высоты. Это запатентованное решение применяется еще и тогда, когда нужно уложить пол на неподготовленную поверхность. Либо, как в нашем случае, если необходимо поднять террасу на нужный уровень. Обратите внимание, что новая конструкция сооружается поверх уже имеющегося отделанного плиткой пола. Как вы могли заметить, опоры изготовлены из пластика. Этот материал был выбран не случайно. Дело в том, что такие опоры являются более практичным решением, если сравнивать их с металлическими и деревянными опорами. Все потому, что они не гниют, не боятся влажности и не подвержены коррозии. Мы не зря сказали, что мастера являются находчивыми, потому что выбранная технология ускоряет монтаж в 3-4 раза. А еще конструкция в любой момент может быть разобрана и собрана снова. Под террасной доской, кстати, легко укладываются кабели и трубы. Устройство винилового пола. К выбору отделочных материалов для внутреннего устройства дома нужно подходить не менее серьезно, чем к материалам для внешней отделки. Один из вариантов, отличающийся эстетичностью и превосходными эксплуатационными качествами, это виниловая или, как ее еще называют, ПВХ-плитка. Именно такой материал выбрали для демонстрации на видео. Это высококачественное напольное покрытие, которое выглядит как натуральное дерево, является приятным, теплым на ощупь. Интересная особенность материала – это защитный верхний слой, благодаря которому плиты продолжительное время сохраняют целостность и привлекательный внешний вид. Существует несколько способов установки покрытия. В данном случае была выбрана плитка с запатентованной системой креплений. Это позволило воспользоваться более простым способом монтажа. Но сначала мастер укладывает на пол специальную подложку. Она обладает звукоизоляционными качествами и хорошо удерживает тепло. Замки, о которых мы говорили ранее, представляют собой выступы и пазы, располагающиеся по краям плиток. Таким образом мастер всего лишь присоединяет новые части пола к уже установленным. Когда выступ входит в паз, раздается характерный щелчок. Так мастер понимает, что элементы покрытия прочно скрепились между собой. Перфорирование и резка металла. Изготовление сложных металлических деталей вручную, выполнимая, однако сложная и долгая работа. Гораздо проще и эффективнее использовать для производства заготовок специализированное оборудование, вроде того, которое вы видите на экране. Это гидравлические пресс-ножницы. Модель называется MX-700. Производитель – испанская компания Nargesa. Оборудование представляет собой гидравлический пробивной пресс, способный воздействовать на металл усилием более 70 тонн. Ряд интересных конструкционных особенностей, вроде широкой рабочей столешницы и большой длины хода, наделеет инструмент универсальностью. Он справляется с целым рядом разнообразных задач. Например, пробивает отверстия, сгибает, режет, выгибает формы и многое другое. Работа ведется с листовым металлом, полосовым, трубами, уголками, швеллерами. Даже отверстия, которые делает станок, отличаются многообразием. Они могут быть круглыми, квадратными, овальными. Рабочий инструмент меняется всего за 30 секунд. Таким образом, использование этих пресс-ножниц значительно повышает производительность. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!